Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня 12 июня, первый день очередной торговой недели. Вы смотрите новости на канале Инстатв, в студии Анна Касаткина. Американский доллар прошлую торговую неделю завершал на полуторанедельном максимуме. Покупки доллара возобновились на фоне снижения политических рисков в США. График максимально близко подобрался к отметке 97.50. В признательной речи перед Сенатом бывшего главы ФБР Джеймса Коми инвесторы так и не нашли достаточных оснований для инициирования процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Заинтересованность трейдеров в покупках доллара проявилась уже в среду, когда в СМИ просочилась информация с намеком о том, что ЕЦБ не будет рассматривать вопрос о досрочном сворачивании программы количественного смягчения. Так, уже по итогам европейской торговой сессии в пятницу евро по отношению к доллару находился вблизи отметки 1.1170. Давление евро испытало в результате оглашения итогов результата парламентских голосований в Соединенном Королевстве. Ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Британцы избрали так называемый подвешенный парламент. Инвесторы пока не понимают, чем именно это обернется для региона, а именно как будет вестись процесс выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Фунт в паре с долларом просел всего на 2%, тогда как аналитики прогнозировали 7% обвал. График фунт-доллар завершил неделю вблизи отметки 1.2750. При этом многие валютные стратеги, учитывая фундаментальные данные, уверены в том, что фунт в ближайшее время восстановится. Как на самом деле будут вести себя валюты на этой торговой неделе, вы узнаете из наших следующих информационных выпусков на канале ИнстаФорекс ТВ. До свидания!